Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро. Сегодня бизнес-завтрак, меня зовут Роман Дусенко, у меня сегодня в студии очаровательная и невероятно интересный гостья Екатерина Леонтьева, врач и предприниматель. Катя, доброе утро. А как, кстати, Екатерина, Катя, как правильнее? Всё равно? Катя. Катя, да? Отлично, да. Ты там сегодня привезла немного солнца, хотя у нас в Москве стоит очень интересная погода, вообще уникальная погода. Я вчера слышал, за 100 лет такой погоды не было, тёплой в Москве. Ты сейчас живёшь в Севастополе. Я живу в Севастополе, у нас 23 градуса, солнце. Как так получилось, что ты вдруг вот раз и оказалась на юге, на море? Я всегда очень любила свою Казань. Я обожала свой дом с видом на Кремль и всегда говорила мужу, когда мы просто ехали по улицам города, у нас такой красивый город, я никогда отсюда не уеду. И как-то таким февральским вечером, когда была не очень хорошая погода, в ленте Инстаграм я наткнулась на фото заката на море. И просто сказала мужу, а почему мы не можем в феврале... Поехали посмотреть на море. А может быть, можем и лето там проводить, а давай посмотрим. И в тот же вечер мы посмотрели объявление о продаже домов, выбрали, тут же выбрали первый понравившийся нам дом, созвонили с хозяином, буквально там уже через две недели произошла сделка. Ну и сначала мы переехали в апреле, ну подумали, что в сентябре вернёмся обратно. Но пожив два месяца, вернуться не смогли. Слушай, ну вот мне кажется, любой муж, который любит свою жену, после того, как, дорогой, а мы не можем не смотреть закаты на море, сделать всё, что угодно, чтобы своей жизнью сделать так. Слушай, ну это, конечно, фантастика. Но вот предпринимательство, да, в нашем понятии предпринимательство, это значит, ты впахиваешь с утра до вечера. Собственно говоря, именно поэтому, наверное, существует такая парадигма, что люди мечтают открыть бизнес, настроить всё и куда-нибудь отвалить, да. Не зря же существует эта очень популярная книга, «Как работать 4 часа в неделю и жить счастливо под пальмой». Ставила ли ты себе когда-то такую цель вообще, когда ты занималась, открывала бизнес? И вообще, может быть, давай чуть-чуть вот качнём назад. А вот как ты пришла в предпринимательство? Давайте расскажу, как всё начиналось. Началось всё с идеи. Десять лет назад я просто, я врач-стоматолог, практикующий врач. Ты была, работала в обычной какой-нибудь поликлинике? Да, я работала в государственной поликлинике у станка, это можно сказать. И у меня была цель просто открыть свою клинику, мне очень нравилось лечить людей. Я просто хотела, чтобы в моей небольшой, компактной, уютной клинике они ощущали себя комфортно. А моя клиника, это значит, что ты тоже продолжала бы лечить людей? Да, вот у меня была такая мечта, я просто хотела лечиться, хотела принимать себя пациентом. Ну, в своём какой-то, в своей клинике, да? Просто в уютном, красивом помещении. Это был первый шаг, и так получилось? Да, всё так началось с одной небольшой клиники на два стоматологических кабинета. Я сама с утра до вечера практически работала врачом. В основном, ну, практически все пациенты были моим, да, были ещё и сотрудники, но я видела, что почему-то я отношусь к пациентам, больше стараюсь превосходить ожидания пациентов, чем наёмные сотрудники. Например, нужно открыть клинику в 6 утра, чтобы пациент ушёл в аэропорт, я приезжаю, открываю. Я случайно услышала, что сын наших пациентов не любит чистить зубы, но любит пить кока-колу. Я не пленилась, бегала в аптеку в перерыв, там купила зубную пасту со вкусом кока-колу, презентовала её нашим пациентам, ну, естественно, поддерживала хорошие отношения. С каким-то из пациентов просто устанавливались дружеские, неформальные отношения, ну, естественно, они рекомендовали нас родственникам, знакомым. Но у меня всегда была мысль вот с самого начала открытия первой клиники, почему наёмные сотрудники не могут относиться к клинике так же, как я сама, собственник. Ну, то есть, наверное, давай поднимем этот вопрос, почему вообще собственник не может получить такое же отношение к клиентам и к работе, как его собственное? Здесь вопрос очевиден, потому что это мой бизнес. Да, вот когда я начинала бизнес, ну, я была ещё молодая, мне было там 23 года, я всегда думала, что без меня ничего не работает, никто лучше меня не сделает. Ну, конечно, попробуй не приди на работу, всё растащат, всё разворудуют. Ну, конечно, мне казалось, что администраторы девочки на ресепшене, которые хотят сидеть в ВКонтакте и ничего не делать, которые там, если я им не скажу позвонить пациентам, напомнить ему о приёме, они не позвонят. Ну, установки такие были. Мне казалось, что чтобы люди хорошо работали, нужно поставить видеокамеры, нужно периодически их просматривать, нужно делать замечания, придирки. Выговоры, лишать зарплаты. Да, то есть, ну, к сожалению, первые несколько лет моего бизнеса, ну, достаточно, я была таким руководителем авторитарным. Сколько лет вот это продолжалось и сколько ты тратила времени на свой бизнес? То есть, всё в своё свободное время, по сути? Ну, 4 года я работала сама, я сама принимала пациентов, я ещё и контролировала сотрудников. Буквально через год после открытия первой клиники у нас появился второй филиал, то есть, я уже понимала, что совмещать и приём пациентов, и оперативную текучку на два филиала мне уже достаточно сложно, но я пыталась это сделать. То есть, ты по-прежнему была врачом? Да, но эмоциональное выгорание, стресс, они, конечно, были в этот период моими спутниками. Всё работало, работа мне нравилась, но я, ну, уже, конечно, на контрасте понимаю, что я находилась в состоянии хронического стресса. Всё-таки, ну, тяжело было совмещать и приём пациентов, и самое главное, что на меня давило именно вот это вот убеждение, что сотрудники не будут работать без контроля. Ещё мне почему-то казалось, что обязательно, вот если не просматривать камеры, что врачи обязательно будут работать мимо кассы, что вот даже такое даже убеждение, да, что администраторы не будут работать. Что произошло, где щелчок вот этот в тебе какой-то произошёл, когда это всё случилось, что ты решила что-то менять? Щелчок, наверное, вот такого, всё, завтра мы работаем по-другому, конечно, такого не было. Но постепенно, мне кажется, первые изменения начали происходить у меня в голове. То есть, всё-таки я начала задумываться на том, а может, всё-таки, ну, сотрудники могут относиться к своему бизнесу, к моему бизнесу, так как к своему собственному. Что я могу для этого сделать? Может быть, я могу, на самом деле, представить мне чуть больше свободы, да, чуть больше полномочий. То есть, ну, сотрудники-то отличные у меня были, как они от меня не сбежали. Кто-нибудь остался из тех самых первых людей сейчас в твоём бизнесе? Вот из первой клиники, за исключением двух сотрудниц, которые ушли в декрет, все вот из того… Это сколько лет они уже с тобой, получается? Десять лет назад. Десять лет назад. Да, да, да. То есть, вот эти сотрудники, они… По-прежнему работают. Сейчас работают. Привет, мы тогда передадим там, да, они, может быть, смотрят наши сейчас передачи. Итак, что начало происходить, от чего? То есть, понятно, что усталость, да, то есть, видимо, там, ну, ты понимал, устал, там, может быть, супруг, там, или семья, когда говорит, слушай, ну, мы тебя вообще не видим. Расскажу, что стало пусковым фактором таким. Тут такое, ну, не совсем приятное стечение трёх факторов. Во-первых, мы открыли третий филиал. Третий филиал, то есть, если первые два филиала, мы их открывали, вот, ну, где-то с 2008, 2010, 2011 год, немножко была другая экономическая ситуация. Легче было немного. Доллар стоил меньше. Деревья были большие, звезды светили иначе. Логические материалы стоили дешевле, ну, оборудование, недвижимость, это было гораздо проще. Рекламные каналы работали совершенно другие, то есть, если раньше, там, в 2008 году у нас отлично работала, там, печатная реклама в глянцевых изданиях, или там объявления в газете бесплатных объявлений, то купонные сайты тогда только начинались, вот они тоже у нас так отлично работали. А тут в 2013 году я открываю третий филиал и понимаю, что то, что работало там 3-4 года назад для привлечения новых пациентов, уже не работает. Людей нет, да? Да, и он уже не выходит на самоокупаемость так же, как там первые, ну, за первые несколько месяцев, как первые два филиала. В предыдущих двух филиалах у меня к тому моменту уже были управляющие. Какого-то возрастания финансового оборота, деятельность управляющих я тоже не видела, только расходы на их зарплату. И самый такой момент, когда вот у меня вот этот третий филиал существует только за счет прибыли первых двух филиалов, тут 14-й год вот эта экономическая ситуация, то есть… Скакнул доллар в два раза. Да, технологические материалы подорожали, цены повысить мы в два раза, естественно, не можем. Пациентов стало чуть меньше. Тут я планирую уйти в первый декретный отпуск, еще плюс ко всему. И в этот момент управляющий, самый первый филиал, когда мы сталкиваемся с тем, что первый филиал, за счет прибыли которого существует еще и третий, только что открытый, она говорит, а у нас сейчас спад пациентов, а может быть мы сократим рабочее время, ну, чтобы деньги на зарплату сотрудникам не тратить. Тут у меня какой-то такой был эмоциональный шок. То есть я поняла, что управляющий, он не думает о том, как увеличить оборот бизнеса, думает о том, как сократить себе рабочее время. Ну, таким образом мы потеряем вот эти вот вечерние часы, самые популярные для приема пациентов, и, ну, это уже будет шаг никуда. То есть мы уходим в убытки. Да, тут я уже, ну, как-нибудь такое эмоциональное решение приняла, думаю, если я уже буду экономить, то лучше я буду экономить на зарплате вот таких вот нерадивых управляющих. И вот таким эмоциональным решением упразднила вообще в принципе должность управляющего, но для начала всё-таки именно вот с целью экономить на зарплате управляющего, ну, и посмотреть, что будет дальше. Ну, конечно, не рассчитывая, естественно, я тогда не знала, что такое бирюзовая организация, что такое самоуправление, об этом не слышала. Нет, ну, в школе-то у нас были дни самоуправления, помнишь, когда там ученики, у вас не было в школе, когда ученики становились учителями? В день учителя, да, мы преподавали. У нас был день самоуправления в школе всегда, у нас какая-то старшая десятиклассница сначала с директором, кто-то заучим, каждый выбирал себе какой-то предмет, учительница сидела, ты был преподавателем, по-моему, это был такой класс вообще. Ну, что-то я такое помню, но вот в тот момент, когда я увольняла управляющего, об этом я не задумывалась. Кстати, как они восприняли вот это увольнение? Спокойно? Они понимали почему? Они вернулись потом? Ну, спокойно я, в принципе, со всеми расстаюсь в хороших отношениях, но так, возможно, какая-то обида осталась. Окей, и так произошла экономия, и это стало как бы запускным таким механизмом, который… И тут я вижу, что помимо того, что мы просто экономим, увеличим рентабельность за счет того, что экономим на зарплате управляющих, финансовый оборот растет, хотя, в принципе, расходы на рекламу мы не увеличили. То есть, бизнес стал расти ни с того ни с сего? Финансовая выручка стала расти, да, я начала задумываться… По всем трем филиалам? Да, да. То есть, и третий филиал он тоже начал потихонечку. Ну, тут, конечно, и фактор времени сыграл роль, ну, уже появились хорошие врачи, которые уже обрастали своей базой пациентов. Ну, это тоже все идет по цепочке рекомендации пациента, они приводят с собой до следующих. Но, на самом деле, вот так плавненько-плавненько, 14-й год, у нас был такой достаточно хороший подъем. Ну, и тут еще немножечко в связи с тем, что я уже стала меньше времени появляться на работе, потому что уже планировала первый декретный отпуск. Следующий шаг у меня был, что я поняла, что, на самом деле, ну, часто я замечания делаю, ну, докапываюсь я до них, попробую я вообще не критиковать сотрудников. То есть, первое, это было желание, отказ от критики? Да, ну, наверное, первое, это вот упразднение управляющих, самый первый шаг, потом отказ от критики. То есть, я начала следовать такому правилу, я не помню, может быть, я где-то его прочитала, может быть, сама додумалась, но, наверное, и прочитала, что если хочется кого-то критиковать, отложить на завтра, если хочется похвалить, похвалить сегодня обязательно. То есть, да, я прям сознательно искала, за что похвалить сотрудника, обязательно запретила себе усилием воли, я просто запретила себе критиковать. То есть, ну, конечно, брала паузу, и на следующий день в нормальном режиме мы обсуждали. Ну, уже как-то обсуждала рабочую задачу, но желание прямо сейчас на месте шашкой махнуть, ты боролась с собой. Да, то есть, поначалу боролась, потом это уже вошло в привычку, в принципе, за 4-5 лет. Кстати, это отличная практика, кстати, для дома, да, ведь твой муж был счастлив от этого, ведь ты на нём тоже тренировалась? Да, ну, конечно, это не совсем тема программы, но вот это вот шло параллельно улучшение. Отношение дома. Отношение с мужем, да-да-да, вот это вот желание не критиковать, а найти, за что можно поблагодарить. Ну, даже, да, не похвалить. Он тебе потом обратно не глядит, с тобой говоришь, с тобой всё нормально, да. Нет, ну, он заметил, он заметил перемену. Ты ему секрет не рассказал об этом? Ну, больше всего я, конечно, заметила перемену в своём эмоциональном внутреннем состоянии, то есть, насколько мне стало проще. Тебе легче самой стало. И вот тут же, наверное, произошло вот это какое-то повышение моего внутреннего доверия. То есть, я поняла, что, ну, глупо же не доверять заранее, пока ничего не произошло, пока никто не работает мимо кассы, пока никто там не принимает каких-то своих пациентов без записи. Там журнал, пока этого не произошло, ну, это же абсолютно неконструктивно, не доверять заранее. Мы как раз боимся того, что может произойти. И как раз вот этот наш страх, не доверять заранее, он никак же не уменьшает вероятность того, что это когда-то произойдёт, что он, наоборот, только это увеличивает. Вот я даже вспомнила историю, как у моего мужа друг Влада делится в ресторан, и как-то он просто, ну, друзья к нему заехали. Мы говорим, представляете, вот я сейчас с вами, я нахожусь в ресторане, я с вами разговариваю, у меня сотрудник кофе не пробили. То есть я уже, ну, поняла, что даже вот просто находиться в книге, если вот с таким убеждением, просто недоверие, да, но тут можно до абсурда дойти, на самом деле это никак не уменьшает вероятность того, что могут такие ситуации возникать. И как-то вот постепенно у меня вот этот уровень внутреннего доверия, ну, стал над собой работать, в первую очередь, конечно. Параллельно ты как-то себя развивала? Я, ну, тут я поняла, что такое начать с себя, в полной мере, ну, начала сознательно контролировать свои мысли, то есть если на каком-то недоверии, таком заранее неконструктивном, который ни от чего меня не застрахует, ни от каких неприятностей, я начала просто себя ловить, отслеживать эти мысли, вот таки, работать в этом направлении. Коллектив заметил тоже происходящее в тебе изменение? Ну, я думаю, да, то есть, конечно, вот эти вот, когда я специально искала, за что поблагодарить, это же я делаю искренне, я не просто там какие-то придуманные причины. Это началось в 2014 году, да? Да. Что дальше вообще? С третьим филиалом. Да. То есть, знаете, мы вышли на достаточно такой хороший уровень, причем потом мы купили четвертый филиал, который уже работал год, но... Чей-то был, да? Да, 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 его продали, нам понравился этот филиал. Ну, конечно, я понимала, что такой суперприбыльный, хорошо работающий бизнес, но вряд ли, наверное, его продали, но тем более он работал еще всего год, но коллектив там был устоявшийся, и сотрудников мы практически не меняли. Ну, примерно 80-85% сотрудников остались тех же самых, и вот тут я уже сразу начала работать, я уже была такая достаточно осознанная, доверять умело. Это 2015-й или какой год? 2015-2016, так, из 2015-2016. Доверять уже умело, уже понимала, что нужно представлять сотрудникам полномочия, что критики в моих словах действий уже не было. Уже сразу сотрудники получили полномочия, ну, самостоятельно распоряжаться бюджетом, заказывать расходный материал, ну, так как то, что мы уже практиковали в предыдущих филиалах. Больше мы не меняли ничего, мы не увеличили расходы на рекламу, мы не закупили какой-то новый дорогостоящий оборудование, не открыли новые направления. Но вот именно за этот первый год оборот, ну, вот нашего управления, поменяв только лишь подход к управлению, ну, оборот значительно вырос уже практически в два раза. То есть это, получается, к 2016-му году вырос или к 2017-му? Вот это про новый филиал, вот этот новый филиал, который мы только что купили уже, существующий, работающий уже с сотрудниками, вот этот филиал вырос в два раза. Но отслеживала я показатели по сети клиник с 2013-го, ну, когда ещё о каком-то самоуправлении речи не было, по 2018-й год. Я, ну, для всё-таки, для сопоставимости результатов считала оборот на, средний оборот на одно стоматологическое креслое, ну, потому что, понятно, общий оборот сети, да, его сравнивать, конечно, непоказательно. И вот этот вот оборот средний на одно кресло вырос в три раза. Ну, то есть, понятно, тут есть, конечно, и инфляция, и всё-таки то, что нас уже больше узнают, что у врачей уже набирается база пациентов по рекомендации, но... Так или иначе, да? Так или иначе, да. Но тем, ну, понятно, конечно, я не могу сказать, что это только заслуга того, что вдруг мы там стали бирюзовыми и перешли к самоуправлению, но в совокупности... То есть, когда появился план некий того, что ты уже строишь какую-то новую компанию, то есть, или это всё-таки происходило органично, добавляя немного по какой-то там элементу? Был ли какой-то мануал, то есть, инструкция какая-то, или книга, которую, может быть, ты прочла, которая тебе открыла какие-то там правила или что-то? Да, книгу лалу я прочитала уже только в шестнадцатом году, там уже два года работали по этой системе, да, тут я, конечно, сразу поняла, да, это действительно про нас, но, конечно, сознательно вот элементы самоуправления я не внедряла, это всё получалось интуитивно. Ну, то есть, вы собирали там, ты собрала рабочее коллективо и сказала, так, всё, с сегодняшнего дня будете там заниматься так, или так, хорошо, ну, делайте, делайте, да? Всё было постепенно, то есть, следующий шаг после упразднения критики, после того, как я себе запретила критиковать сотрудников, я, ну, уже понимала уже три филиала, потом четыре филиала, конечно, сама, все управленческие решения я уже принимать просто физически не смогу, и просто перестала позволять сотрудникам переадресовывать мне решение проблем. То есть, я, конечно, могла помочь, посоветовать, проконсультировать, но сделать что-то за сотрудника я не могла, ну, и принципиально не делала, даже если я понимала, что я сделаю это быстрее, или даже если я понимала, что я рискую тем, что сотрудник может допустить какую-то ошибку. То есть, я позволяла ошибаться, позволяла, ну, это, опять же, тоже усилие воли внутренней, внутренняя работа над собой, и, ну, действительно, это привело к хорошим результатам. То есть, нравится людям принимать решения. То есть, если у нас раньше, ну, администраторы, если раньше эта должность воспринималась как девочка на ресепшене, которая работает после окончания университета, ну, естественно, в поисках чего-то получше. Ну, вот эта вот должность девочки на ресепшене, она воспринимает как какую-то промежуточную, да, абсолютно, да. Но когда у них появились полномочия принимать действительно серьёзные решения, они, в принципе, могли заказать новые оборудования, достаточно дорогостоящие, провести анализ поставщиков и выбрать его самим. Они взаимодействовали с проверяющими органами, ну, да, ещё не сказала, что, ну, всё-таки самоуправления у нас, то есть, никакой иерархии не было, но всё-таки, как проявление доверия, в визитках, в трудовых книжках у всех администраторов были написаны очень такие, ну, красивые пафосные должности. Там, исполнительный директор филиала, ну, такое было, да, это, конечно, не иерархия такая, что вот они над всеми командуют, но именно вот для представления себя во внешнем мире, для взаимодействия. А в целом структура плоская. В целом плоская. Ты сказала интересную вещь по поводу проверяющих органов, ведь в России для большинства людей, там, не знаю, приходят какие-то там пожарники, там, участковые, там, налогов, в конце концов, а где главный, кто тут у вас главный, кто директор, там, как вот здесь решать? В России, да, есть такое, у нас хотят взаимодействовать с самым главным. С самым главным, да. Но мы, ну, всё-таки добились того, что действительно администраторы представляли наши интересы, я представляла им полномочия. То есть, с точки зрения юридических, все документы подтверждали, что они здесь могли быть, там, то ли в статусе директора, или что-то ещё, или исполняющие обязанности. Ну, конечно, с некоторыми проверяющими органами я лично взаимодействовала, но уже в таком режиме, вот, например, последняя проверка, мне показалась Роспотребнадзор, такой очень показательный пример. Впервые звонят, ну, предупреждают о проверке на ресепшн-администратору. Ну, я думаю, обычно администратор, что бы сделал, просто переадресовал этот звонок руководителю. Конечно, да. Моя администратор, которая как раз появилась там 10 лет назад у нас в первой клинике, она тут же договорилась с проверяющими, что она на своей машине их забирает, ну, в назначенный день, в назначенное время. Приводит к вам. Все спросила, записала. То есть, ну, она не водитель, она не обязана была организовывать их доставку к нам в клинику. Ну, естественно, мне было очень приятно, что этот вопрос уже решен, ну, и, в принципе, всей подготовкой к проверке они занимались самостоятельно. Ну, уже в самый непосредственный момент проверки, конечно, приехала, но все показывали, со всеми документами знакомили уже сотрудники. В какой момент ты поняла, что ты создала нечто новое? Наверное, все-таки уже в последние два года, когда у нас еще появился пятый филиал. Ого, уже пятый, да? И вот что, и два филиала из пяти мы купили уже работающими. Других, то есть с другими, с уже существующим персоналом. С уже существующим персоналом не меняли ничего, кроме вот именно подхода к управлению. Сотрудники тоже говорили, как так у нас всегда так контролировали, мы не могли из кассы взять деньги, чтобы там мощь и средства купить без разрешения директора, бухгалтера. А тут как-то это что-то новое. Но потом, конечно, я начала писать статьи об этом, выступать на конференциях. Сотрудники тоже это все видят, читают, понимают. Да, это действительно работает, им доверяют, им это нравится. Удивительная вещь, вот смотри, мы с тобой познакомились в апреле на конференции генерального директора. Я недавно общался с одной девушкой, предпринимательцей очень интересная, у нее сеть детских развивающих клубов. И оказалась следующая ситуация, что учителя, они приглашали детей, у них была обязанность брать с них плату. То есть они фиксировали, что у них там три человека, а на самом деле было пять. И вот было такое коллективное мошенничество. Вот почему тебе повезло, что вот как ты смогла миновать эту, вроде тут же жесткий контроль и все остальное, а все равно раз, чик, есть момент, человек воспользуется. Почему такое, как думаешь, происходит? Ну, мне кажется, когда сотрудник чувствует, что он уже чувствует, что это его бизнес, он чувствует свою ответственность. Ну, как он видит хорошие отношения? Ну, я просто не задумывалась об этом. То есть я уже, я начала искренне доверять. У меня нет доказательств, что у нас не было таких ситуаций. У меня нет там записи видеокамеры. Я просто вижу, что мы растем финансово, что у нас отличные показатели, что пациенты пишут замечательные отзывы, нас рекомендуют. Я просто начала фокусировать свое внимание не на том, как избежать воровства, как избежать коллективного мошенничества, а на том, как создавать ценности, как сделать так, чтобы наши пациенты чувствовали себя у нас еще комфортнее, чтобы им было еще более классно, и как сотрудникам, как сделать так, чтобы сотрудникам было приятнее у нас работать. Скажи, пожалуйста, вот уровень зарплаты или вообще зарплаты? Люди знают о зарплатах друг друга? Финансовая информация у нас абсолютно открыта. Все знаю. Более того, весь, каждый филиал знает все об общем обороте сети клиника, об обороте других филиалов, ну, соревновательного элемента между филиалами. Нет, все-таки они разные, да? Разбегать, но разработали мы совместно такую бонусную систему, что премиальные складывались из общего оборота сети, ну, и все-таки те филиалы, которые показали наивысшие показатели в этом месяце, они получали чуть больше премии, чем остальные. Но за счет отсутствия расходов на управленческий штат, за счет отсутствия управляющих, за счет отсутствия каких-то главных врачей, ну, все-таки зарплата у нас, ну, в среднем на 20-25% выше средней рыночной. Ну, верхняя граница рынка. Все равно, получается, рынок соматологических частных клиник, я думаю, даже в Казани, при всем том, что это город-миллионник, он ограничен, да? Ну, то есть люди знают друг друга. И вот на вашем рынке, я думаю, что вот люди хотят работать у тебя? У тебя есть постоянный спрос на то, чтобы к тебе прийти работать? Хотят. То есть когда я даже начала много писать о своем подходе в Инстаграм и в статьях, то есть часто даже у нас рекрутинг проходил через директ моего Инстаграма. То есть люди сами писали, что хотят у нас работать, но текучка у нас была практически нулевая. То есть уходили либо кто переезжает в другой город, либо в декретный отпуск, либо когда открытие нового филиала, нужны сотрудники. То есть вот после внедрения самоуправления, если раньше у нас, вот как я говорила, администраторы, это вот девочки на ресепшене, которые при первом же лучшем предложении уходили, да, то сейчас действительно у нас годами работают. Но еще не сказала, все-таки не всем такая система подходит. Не все готовы брать на себя ответственность. По моим наблюдениям, все-таки сотрудников, с которыми можно строить вот такой самоуправляемый бизнес, среди всех, ну процентов 80. Но есть. А вот какой, можешь привести яркий пример того, что несовпадение по ценностям произошло? То есть вы, может быть, конфликта не было, но человек понял, что это не его. Расскажи, пожалуйста, очень интересно. Был такой администратор, суперпрофессионал, которая долго работала именно администратором в стоматологических клиниках. Она идеально умеет продавать, у нее идеальные вот скрипты, разговоры с пациентами, просто вот грамотная речь. Она ориентируется в стоматологических услугах полностью, но она не смогла брать именно на себя ответственность. То есть она очень сильно переживала, если что-то пациент выскажет, ей какое-то недовольство, у нее паника. Ну, то есть она вот пыталась переложить решение проблемы на меня. А, то есть ей всегда хотелось, чтобы кто-то другой решил за нее проблему. Да, просто вот у нее паника и боязнь брать на себя ответственность. И когда она от нас уходила, она именно отметила эту причину, что, ну, я к такой ответственности все-таки не готова. Все-таки вам, ну, скорее вот я понимаю, что у меня обязанности больше управляющего филиала, не просто администратор. Я все-таки хотела бы быть просто администратором. Просто администратором. А вот люди, которые приходят, они уже знают, что у тебя такая система, что им уже придется взять ответственность на себя. Да, я сразу об этом говорю, и мы сразу обговариваем, что можем не подойти. Но тоже я еще не сказала о том, что следующим-то шагом при переходе к самоуправлению было то, что я уже до такой степени обнаглела, что я начала делегировать сотрудникам не только принятие всех решений, а еще и прием на работу новых сотрудников. А, кстати, как это происходит? У нас, ну, появляется вакансия. Например, когда? Кто-то уходит в секрет, либо кто-то уходит в другой город, администраторы подают, ну, либо среди своих знакомых, либо как-то по рекомендации там предлагают вход нового сотрудника. Среди пациентов тоже бывает так, что, ну, к нам какой-то пациент долго ходит, и вот они уже с ней, с ним подружились. Есть у нас такие администраторы, которые раньше были нашими пациентами. О, ничего себе. И вот, да, как сам процесс. И первичные отборы уже проводят сами администраторы. Они проводят, ну, администраторы, врачи проводят собеседование. А есть какой-то групповой, там они там представляют этого кандидата, чтобы кто-то еще с ним поговорил, там нет? Потом уже, ну, на этапе испытательного срока я просто уже знакомлюсь с этим кандидатом. Но решение о том… Брать или не брать? Какую зарплату установить? Есть штатное расписание? Как такового нет. То есть, у нас есть сотрудники, которые непосредственно взаимодействуют с пациентами. Администраторы, которые сидят на ресепшне, принимают звонки. Ну, функции колл-центры, функции кассира, расчеты. Есть медсестры, которые помогают врачам и следят, чтобы, ну, в достаточном количестве были всегда расходные материалы. И есть врачи. И то есть, получается, 3-4 группы разного рода специалистов, у них примерно одинаковый уровень зарплаты. Или как? У кого выше, у кого ниже? У врачей какая зарплата? Всех разная? Ну, у врачей всегда зарплата, ну, мне кажется, вообще на рынке частных стоматологических услуг – это процент от выручки. Ну, у докторов, которые занимаются протезированием, имплантацией, конечно, зарплата повыше. У докторов, которые занимаются только лечением, да, у стоматологических услуг, она может быть немножко пониже. Но все знают, что зарплата врача – это процент от выручки. То есть, это, ну, в принципе, нормально и справедливо. То есть, получается, у всех врачей зависит ровно столько, сколько он наработал. А фиксированная зарплата у тебя есть какая-то? Уже у администраторов и у медсестёр оклады фиксированы, но есть ещё и премиальная часть. А у врачей фиксированная зарплата? У врачей фиксированная зарплата нет. То есть, именно… Ну, это стандартная ситуация, наверное. Какая выработка. Окей, смотри, ну, и вот в какой-то момент ты потихоньку внедряла, 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 и первый вывод, который напрашивается – бирюзовый организаций нельзя создать одним решением. Я думаю, что да. То есть, это процесс. Это процесс. И этот процесс, через который ты сам должен пройти, понимая, а ты сам-то готов, потому что вот мы с тобой говорили, что нас смотрят практически по всей стране, и может быть, кто-то сейчас сидящий в каком-то своём медицинском центре, да и неважно медицинский центр, ты говорила, в Голландии и полицейские сейчас, и пилотные проекты, и непосредственно и школы. Вот первые несколько, давай превратим вот этот твой опыт, трансформируем в некий, знаешь, такой степ-бай-степ в протяжённости во времени, если человек захотел бы начать внедрять принципы самоуправления в компании. Вот с чего начинать? Ну вот самый важный момент, вот в бэкграунде всё-таки система в бизнесе уже должна быть. Это вот однозначно, что просто какой-то стартап, и чтобы стихийно делегировать сотрудникам принятия всех решений, не создав уже работающие бизнес-процессы, мне кажется, очень сложно. То есть, в любом случае, система у нас сначала появилась. То есть, сначала должна быть система, то есть, как раз действующая компания. Да, всё-таки должна быть, да, действующая компания, всё-таки, где, ну, процесс уже отработан. То есть, мы знаем, откуда мы берём, с какими поставщиками мы взаимодействуем, мы знаем… Ну, сколько, 2-3 года действующему бизнесу как минимум уже там, да? Я считаю, что всё-таки, да, что так должно быть, но вот эту нашу систему всё-таки мы переносили на следующие филиалы уже, ну, её транслируют, то есть, уже сразу работали по бирюзовой методике. Но тут уже система внутреннего консультирования, то есть, каждый новый филиал уже консультируется по всем вопросам, ну, с теми филиалами, которые уже давно работают. Супер. Итак, сидит генеральный директор в городе Саранск и говорит, так, хочу в своём магазине сделать там, не знаю, там, или в клинике, там, сделать самоуправляемую организацию. Посмотрел передачу, вижу, как Катя сидит там на море, вижу фотографии её в Инстаграме с заката, тоже так хочу. Сказал жене, она согласна. Вот два-три года у меня есть. Первый мой шаг какой? Всё-таки больше доверия и больше свободы сотрудников. То есть, доверие. Да. И самое главное, мне кажется, это искреннее желание доверять сотрудникам. То есть, если мы просто пытаемся внедрить самоуправление, я слышал, что это работает, ну, как я попробую? И вот с каким-то таким скепсисом, это, конечно, не работает, но вот я попробую, но в глубине души я, конечно, не верю, что это сработает. Слушай, ну, вот так не получится. А если вот, ну, я не знаю, вот всегда же хочется верить в то, что всё хорошее, но, с другой стороны, представь какой-нибудь заговор компании, всё захватили, директора уволили, переписали всё на себя, вот тебе самоправление. Может быть такое? Ну, мне кажется, куча ситуаций при даже традиционной системе менеджмента, когда может уйти ключевой сотрудник, забрать с собой базу клиентов. И всё. Даже, ну, при любой системе управления никто от этого не страхован, никогда. То есть, зачем бояться чего-то заранее, пока это не произошло, ну, никак это не увеличивает вероятность. То есть, желание, страх от того, что тебя могут кинуть и забрать твой бизнес при обычной системе, он такой же? Конечно. У меня страхов у меня однозначно не было. То есть, более того, когда уже вот я вижу, что сотрудник вырастает, что он уже, например, доктор, который универсал, который там отлично работает много лет, что он уже хочет, есть у него амбиции, открыть свою клинику. Но он хочет. Я, в моей ситуации, я помогла такому доктору. То есть, я не восприняла его как конкурентом, мы это открыто обсудили. И я... То есть, у вас партнёрская какая-то клиника теперь, да? Не партнёрская, а просто он ушёл в свободное плавание, и я ему в этом помогла. И советую каким-то... Я даже познакомила его с владельцем клиники, которая продавалась, ну, и предложила ему этот вариант. И там у них всё получилось? А у него теперь интересно, у него бирюзовая там клиника или всё-таки стандарт, обычная? Мне кажется, сотрудники, которые уже поработали вот в такой бирюзовой системе, они понимают, что это работает действительно. Слушай, было очень интересно, когда мы сегодня завтракали с тобой, ты сказала, твой муж в самом начале говорил, а что это уже жены твои бизнесы? Какой бизнес? Классный. Открываешь бизнес, даёшь номер карточки сотрудника, они тебе пересисляют дивиденды, ничего не делаешь. Бизнес для ленивых. Бирюзовая организация, бизнес для ленивых, да. Открываешь бизнес, ничего не делаешь, ждёшь деньги на карту. Ну, это, конечно, иллюзия, да, безусловно, очень много труда обложено. То есть, если так прикинуть, что твой путь занял в бирюзовой организации практически там пять лет, да? Ну, я думаю, вот где-то через два года после вот этой вот трансформации, которые начали происходить, мы уже работали полностью, можно сказать, при самоуправлении. Я так понимаю, ты мне сказала, что вот эта свобода лежания на диване с газетой или с книжкой, чтобы тебе на карточку приходили прибыли, это тебе не совсем устраивает. Ты решила… Всё-таки, однозначно, у нас такого не было, это иллюзия. То есть, четыре часа в неделю… У меня, я понимаю, ну, возможно, физически это занимает, ну, не больше четырёх часов в неделю. У меня уже занимало управление бизнесом, но вот эта вот работа над своим мышлением, вот эта вот осознанность, вот это доверие сотрудникам, и даже когда ты видишь какую-то ситуацию, когда кажется, что, ну, здесь доверять не надо, но всё-таки всё равно следует ценностям и принципам бирюзового стиля управления. Это такая внутренняя работа. Скажи, пожалуйста, а вот какие-то стандартные системы управления, общие собрания, там, я не знаю, собрания коллектива, как это всё присутствует у вас? Собрания коллектива нечастые, но ежеквартально мы собирались. И ты тоже присутствовала? И сейчас присутствуешь? Ну, сейчас скайп, скайп, телефонный разговор, ватсап, общий чат. Но всё-таки я считаю, это нужно, да, чтобы, ну, конечно, не должно у сотрудников сложиться ощущение, что вообще их бросили, и что никому не интересно. Обязательно нужно позитивное подкрепление, благодарность, отмечать правильные действия сотрудников, вникать в то, что они делают. Но это обязательно нужно всё-таки присутствие не физическое, но душой быть сотрудниками обязательно. Очень интересно. Я свои функции всё-таки, ну, думала над тем, всё-таки что должен делать лидер бюрюзовой организации, да, я там не подписываю документы, я не слежу за расходами, я не подписываю счета на оплату, но я бы свои вот, ну, основные функции определила, как, во-первых, лицо бизнеса, ну, потому что действительно и проверяющие органы часто хотят взаимодействовать, кто у вас самый главный. Пациенты тоже. То есть, что я не делегировала, это решение каких-то вот таких уже серьёзных конфликтных ситуаций с пациентами. Ну, они, конечно, к счастью, возникают очень редко, да, но если такая ситуация возникает, я ни в коем случае там не говорю, ой, вы там бюрюзовый, сами накосятили, сами решайте. Всё-таки я понимаю, что это моя ответственность, что я создала этот бизнес, я обязательно, ну, и лично такие ситуации решаю, разговариваю с пациентом. Ну, и, естественно, лицо, что, ну, транслировать наши ценности, что я сама при взаимодействии с пациентами, при взаимодействии с поставщиками, с партнёрами, на самом деле мы следуем вот этим своим ценностям, принципам, основанным на доверии. Вот, например, такое, мы представляем рассрочку нашим пациентам. Рассрочка абсолютно беспроцентная, без участия банков, мы просто подписываем, ну, обычный наш внутренний договор, срок рассрочки, и даже если какая-то небольшая сумма, мы можем там её разделить на 6-12 месяцев. Рассрочка есть? Вот, хотел сказать, как вы думаете, сколько у нас ситуации неоплаты было за 8 лет? Одна ситуация была, когда вот старенький дедушка сделал съёмные протезы, умер, и вот его жена спросила, можно ли не платить рассрочку. Мы сказали, да, конечно, можно. Больше ситуации неоплаты. То есть, нам простили, да, это всё там? Ну, вот это единственный случай за 8 лет, учитывая, что мы там в каждом филиале по 20-30 рассрочек в месяц можем оформить. То есть, зачем вот, ну, мы просто выбрали доверять пациентам, ну, просто взяли это за данность, за парадигму, мы вам доверяем. Пожалуйста. И наши доверия оправдывают. Так же и с сотрудниками это, мне кажется, работает. Ну, скажи, пожалуйста, вот всё равно бизнес любой, это, ну, я тем более банкир, это отчёт о прибылих и убытках, отчёт о движении денег и средств, некий баланс, там, прогноз оплаты. Ведь всё равно вы, вы же существуете в реальном мире, вам нужно платить аренду, зарплату, там, всё остальное. Вот вы как это там? Есть деньги, платите зарплату? Нет денег, не платите зарплату? Или как? Всё равно всё стабильно. Тут мне очень нравится тоже, как Йозда Блок, руководитель самой известной бирюзовой медицинской компании Бюрзор в Голландии, как он говорит, если приходит денег больше, чем мы тратим, значит, у нас всё в порядке. Ну, в принципе, можно сказать, что этим же мы и руководствуемся, жёсткого бюджетирования у нас нет, но, конечно, мы знаем, какие у нас статьи расходов, все обязательные платежи. То есть, если мы видим, что в каком-то филиале происходит спад, что что-то происходит, конечно, мы вместе обсуждаем, анализируем. То есть, ты врываешься, что такое, почему так мало денег, там, в чём дело? Естественно, то есть, пока у нас есть деньги, ну, мы отслеживаем, как растёт наш оборот всё-таки, ну, должен он ежегодно расти, как минимум, там, на инфляцию, но у нас рост был, конечно, больше, чем 10-15% в последние несколько лет. И, ну, рентабельность мы тоже отслеживаем, конечно. Слушай, мне очень понравилось в твоём интервью одном, я не помню, где я его читал, что ты написала, что дивиденды собственнику – это такая же статья обязательная расходов, как и аренда. Да, конечно, аренда, зарплаты. Как ты вот это привила? То есть, ну, в любом случае, там, я не понимаю, ну, кто-то уже у вас там занимается переводом этих денег, там, бухгалтер или то, то есть, они знают, что вот, например, там, условно говоря, осталось X денег, да, из этих X, это там 0,5X, это надо дивиденды собственнику. Ты, кстати, вот тоже вот интересно, а ты как владельца бирюзовой организации, ты получаешь дивиденды ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. Ежемесячно. Это больше, чем просто зарплата, ну, то есть, там, или это позволяет тебе прям жить уже там, ну, чуть больше, ведь мы открываем бизнес для чего? Для того, чтобы зарабатывать, да, то есть, позволяешь ли ты себе зарабатывать? Это больше, чем зарплата, это больше, чем сдавать в аренду коммерческую недвижимость, то есть, это, естественно, мы тоже отслеживаем, потому что даже если у нас помещение в собственности, естественно, мы понимаем, что если наши дивиденды меньше, чем если бы мы помещение сдавали в аренду, да, конечно, это так не работает. Скажи, пожалуйста, а ты сама продолжаешь лечить, ну, как стоматолог, как врач? Сейчас уже нет, всё-таки у меня… Не тянет? Тянет, честно скажу, тянет, да. То, может быть, какой-нибудь маленький кабинет себе открыт, ВИП, ВИП, ВИП. Ну, возможно, я подумаю об этом, потому что у меня последние пять лет всё-таки прошли больше… Упор был на воспитание детей, дети маленькие, но сейчас они уже подрастают, у меня появляется… Это там один декрет, потом второй декрет, да? У меня дочки четыре с половиной, сыну два года, но сейчас они уже подрастают, у меня появляется больше энергии, потому что я живу в Крыму, там много солнца, мне нужно времени для того, чтобы выспаться, на самом деле… И продукты, и воздух. Ну, это действительно место силы. Смотри, осталось, как я тебе говорил, буквально две минуты, но я знаю, ты мне сказала, что ты решила пойти дальше, и ты хочешь серьёзные изменения вообще в обществе, то есть транслировать свой бирюзовый подход, показывая тем, что можно относиться к людям по-другому. И для этого ты пошла в обычную медицинскую службу, какую-то там государственную, да? Да. Какие у тебя мечты? Я начала понимать, что действительно такой подход работает, и что наиболее эффективные управленческие инструменты, как устранение лишней бюрократии, как отношение к сотрудникам с позицией доверия, как упразднение некоторых управленческих должностей, которые непосредственно не участвуют в взаимодействии с пациентами. И вот эти вот принципы, их всё-таки можно и нужно транслировать и на государственную систему здравоохранения. И ты веришь в это? Я в это однозначно верю, и я понимаю, что что-то для этого делать я хочу. И чтобы изнутри всё-таки посмотреть, узнать, как устроена государственная система здравоохранения, что я могу сделать, чтобы на своём уровне что-то оптимизироваться. Сейчас уже в Севастополе я работаю в совершенно не бирюзовой государственной крупной медицинской организации, в многопрофильном госпитале, на абсолютно не бирюзовой, именно контролирующей, непосредственно не взаимодействующей с пациентами, руководящей должности. Тогда предлагаю нам с тобой встретиться через пару лет и посмотреть, что тебе удалось. Время, как тебе говорил, пролетело незаметно. Уважаемые друзья, сегодня я получил истинное удовольствие, потому что, во-первых, я услышал очень важные для себя вещи, потому что я постараюсь и внедряю везде, общаюсь с людьми на управление основанное на ценностях. И главная ценность для тебя – это доверие. Доверие и обеспечить людям максимальный комфорт в твоей клинике. Безусловно, важная вещь – это пройти через себя. То есть, ты первый, что должен делать – развиваться сам и выработать в себе желание доверять, прежде чем, то есть, не доверять, потому что может произойти, а доверять, пока не произошло, а там уже разбираться. Не все люди могут работать в бирюзовых организациях, но большинство людей готовы брать на себя ответственность, принимать решения, и это их драйвит больше, чем постоянный контроль. Ну, что, прекрасно, спасибо тебе за этот прекрасный пример. Мне кажется, если бы мы старались двигаться в этом направлении, вот в целом, наверное, ситуация стараться меняться будет к лучшему. Сейчас в России всё больше предпринимателей, которые разделяют этот подход. Я очень этому рада, действительно так. Спасибо большое, Екатерина Леонтьева, предприниматель и врач была в нашей студии. С вами был Дароман Дусенко, это был «Бизнес-завтрак» на радио «Метеометрик». Встретимся в следующую среду. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова